Телеканал КРТ представляет Несмотря на то, что больные коронавирусом выявлены уже во всех штатах Для понимания ситуации Во вторник во Флориде в рамках демократических и республиканских праймарис На участки для голосования пришло суммарно 2 миллиона 700 тысяч зарегистрированных избирателей А в штате Иллинойс более 2 миллионов Разумеется, западные политики пытаются успокаивать своих сограждан Но пока это не выглядит убедительно Так канцлерин Ангела Меркель заявила Когда вирус уже есть на территории, у населения нет иммунитета и не существует лечения Тогда от 60 до 70% населения будут заражены Еще дальше пошел ее британский коллега Борис Джонсон Некоторые люди сравнивают это с сезонным гриппом Так делать нельзя, так как у нас нет иммунитета Эта болезнь опаснее и будет дальше распространяться Я должен быть честен с вами, с британским обществом Больше семей, намного больше семей потеряют своих близких Можно с гордостью констатировать, что наш министр здравоохранения Илья Емец Выбрав самую символическую дату, пятница 13-я Заявил во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Между прочим, этот вирус детей не поражает А сейчас умрут все пенсионеры То, что не получается у политиков, попробовали исполнить банкиры 12 марта один из крупнейших в мире американский инвестиционный банк Goldman Sachs Попытался успокоить своих нервничающих клиентов из коммерческих банков Проведя селекторное совещание с участием своего главного экономиста Яна Хациуса И главного медика Майкла Рэндала Запись совещания попала в социальные сети Но насчет ее седативного действия имеются вопросы Что касается ценных бумаг, то у них все нормально Рынки восстановятся во второй половине 2020 года У людей дела чуть хуже Например, коронавирусом заразятся 50% американцев, 70% немцев Пик вируса ожидается через 8 недель На сегодня через 7 После чего болезнь пойдет на спад Этот вирус сосредоточен географически между 30 и 50 градусами северной широты Предстоящее лето в северном полушарии поможет справиться с эпидемией Из инфицированных 80% заболеют в легкой форме 15% в средней форме А 5% будут в критическом состоянии Смертность в среднем составляет до 2% Прежде всего это будут пожилые люди и люди со слабой иммунной системой Приблизительно 3 миллиона человек только в США Для любителей порассуждать на тему «бывало и хуже» Можно привести статистику гриппа испанка столетней давности Когда переболело почти 30% населения Земли Каждый шестой или 5% населения умерло Ну а мастер-класс настроя на здоровый образ жизни дал президент Белоруссии Александр Лукашенко Я человек не пьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но наверное и в день 40-50 грамм В пересчете на чистый спирт травить этот вирус Сходите в сауну сухую Ну если 2-3 раза в неделю Китайцы нам подсказали, что этот вирус при плюс 60 не выдерживает Приятно смотреть по телевизору Люди на трактор работают, никто не говорит про вирусы Там трактор вылечит всех, полю всех лечит Еще в январе ведущие западные СМИ писали о неспособности коммунистического Китая Справиться с коронавирусом В силу костности управления, отсутствия инициативы на местах и тому подобным либеральным претензиям Сегодня же мы с удивлением читаем в агентстве Bloomberg Материал постоянного автора, известного ученого и публициста Хэла Брэндиза Под названием «Коронавирус – это шанс Китая ослабить либеральный порядок» С подзаголовком «Демократический миропорядок пережил крах 2008 года» На этот раз, возможно, ему не так повезло Автор статьи приводит аналогии между 2008 и 2020 годами И утверждает, что, цитата «Финансовый крах 2008 года был не просто экономическим шоком Но и глубоким стратегическим шоком с точки зрения американской мощи Если предположить, что в конечном счете коронавирус поразит мировые демократии так сильно, как предсказывают многие Он может нанести еще один ошеломляющий удар по США и международному порядку, который они поддерживают» Конец цитаты Брэндис утверждает, что в 2008 году финансовый кризис нанес три удара Во-первых, он лишил блеска экономическую модель США И поднял глубокие вопросы о компетентности американских лидеров Во-вторых, он придал респектабельность тезису о том Что автократические правительства могут превзойти своих демократических коллег В плане обеспечения стабильного роста и управления кризисами В-третьих, это стимулировало китайскую геополитическую уверенность в себе И питало предчувствие американского упадка Теперь же автор ожидает очередной дискуссии о достоинствах демократии и авторитаризма Цитата В то время как Америка изо всех сил пытается проверить своих граждан И создать адекватные запасы основных медицинских принадлежностей Таких как маски Правительство Китая и известные китайские фирмы Обеспечивают поставки в такие страны, как Италия и даже сами Соединенные Штаты Пекин пообещал дополнительные средства для помощи программам Всемирной организации здравоохранения в бедных странах И пропагандистское подразделение Коммунистической партии Активно рекламировало это участие В то же время утверждая, что вирус каким-то образом возник в Соединенных Штатах Лишь несколько недель назад, когда воздействие коронавируса Все еще было в значительной степени сосредоточено в Китае Доминирующей темой было то, что Пекин снова стал новым больным субъектом Азии Теперь, похоже, коронавирус показывает, насколько сильно упали относительная сила и престиж Америки В заключении автор с сожалением констатирует, цитата Без сомнения, коронавирус будет стимулировать новые усилия Китая По вытеснению и дискредитации американского лидерства в мировых делах Впрочем, живой классик культурологии и социальной философии словенец Слава Ижижек Пошел еще дальше, утверждая в своих статьях Что коронавирус может предвещать крушение капитализма И возврат того строя, позитивное упоминание которого запрещено законом Украины Между строк его последних произведений четко проступает тезис Убивает не коронавирус, убивает капитализм Цитата Еще одним странным феноменом, который мы можем наблюдать Является триумфальное возвращение капиталистического анимизма То есть отношение к таким социальным явлениям, как рынки или финансовый капитал Как к живым существам Если читать наши ведущие СМИ То создается впечатление, что на самом деле Мы должны беспокоиться не о тысячах уже умерших И еще о тысячах, которые умрут А о том, что рынки начинают нервничать Коронавирус все больше нарушает бесперебойную работу мирового рынка И, как мы слышали, рост может упасть на 2-3% Разве все это не свидетельствует о настоятельной необходимости Реорганизации мировой экономики Которая больше не будет зависеть от рыночных механизмов? Конец цитата Слава Ижижек выступает за глобальную координацию и международное сотрудничество Критикует принцип «каждая страна за себя» И цитирует британскую Guardian, которая пишет Существуют национальные запреты на экспорт ключевых товаров Таких как медикаменты При этом страны полагаются на свой собственный анализ кризиса В условиях локального дефицита И бессистемных, примитивных подходов к сдерживанию эпидемии В подтверждение преобладания принципа национального эгоизма Можно привести совсем свежий скандал с немецкой биотехнологической фирмой CureVac Руководству которой лично Дональд Трамп предлагал продать за миллиард долларов Полные права на вакцину от коронавируса Чтобы использовать ее исключительно для лечения американцев Представители Министерства здравоохранения Германии заявили Что кабинет Ангела Меркель заинтересован в разработке лекарства против коронавируса И находится в постоянном контакте с той же CureVac Тем более, что эта компания работает совместно с Государственным институтом имени Пауля Эрлих Что же касается Славы Ажижека, то он делает еще один важный вывод Цитата Эпидемия коронавируса сигнализирует не только об ограниченности рыночной глобализации Но о еще более роковом пределе националистического популизма Настаивающего на полном государственном суверенитете С Америка или что бы то ни было, прежде всего покончена Так как Америку можно спасти только благодаря глобальной координации и сотрудничеству Иной сценарий предсказывает известнейший израильский историк и футуролог Юваль Ной Харари Который в интервью CNN предупреждает, что важнейшим последствием коронавируса Станет всемирный поворот к цифровому тоталитаризму на основе глобальной слежки Пройдя через эту эпидемию, человечество смирится с отказом от приватности В пользу здоровья, за которое придется платить тотальный 24 часа 7 дней в неделю Биометрической слежкой места положения, температуры тела и тому подобного Кстати, еще три года назад Харари предупреждал Цитата Большая битва грядущего столетия будет происходить между приватностью и здоровьем И здоровье победит Большинство людей будут готовы отказаться от своей частной жизни В обмен на гораздо лучшее медицинское обслуживание Основанное на 24-часовом мониторинге того, что происходит внутри их тела Конец цитаты Конец цитаты